Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня четверг, 18 июля. С вами Наталья Козина. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok И произойдет это для тех пассажиров, которые пользуются услугами маршруток. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Снова нам придется раскошеливаться. А почему? С какой стати? Что там у хозяев маршруток произошло? Как выяснилось, с 1 июля Министерство финансов постановило использовать онлайн-кассы во всех видах общественного транспорта. Вместе с привычным билетом перевозчики обязаны выдавать кассовый чек. Кассы должны быть зарегистрированы на компанию или индивидуального предпринимателя и находиться в каждом транспортном средстве. Если нет онлайн-кассы – штраф. Вот перевозчики в связи с приобретением этих онлайн-касс подсчитали все свои расходы и начали поговаривать о повышении стоимости проезда. Когда это произойдет и на сколько вырастет цена билета за проезд, пока точно никто ничего сказать не может. Но то, что повышение рано или поздно произойдет, в этом ничуть не сомневается мой собеседник Виктор Сидоренко, руководитель Ассоциации перевозчиков маршрутных микроавтобусов. Он ссылается на объективные обстоятельства. Работа по осмыслению онлайн-кассы, анализу программно-технических системных решений ведется в течение года. Вот совсем недавно мы встречались все перевозчики, руководители автоматизированной системы оплаты проезда, а такая существует в Ульянске. Сегодня эта система обрабатывает информацию с трамваев и пригородных автобусов. Руководители крупных компаний, которые торгуют кассовой техникой и сопровождают ее, и представители областной налоговой инспекции были. Вот мы провели большое совещание со всех сторон, со всех ракурсов эту проблему еще раз опронализировали, посмотрели окончательных решений или окончательного вывода о том, какие кассы в каком объеме, с какими затратами, с какими обязательствами будут применяться, пока непонятно. По поводу нас, перевозчиков, из последней редакции и этих комментариев будет вытекать, какие кассы мы применяем, где применяем, с какой целью применяем. Отсюда выстраиваются будут затраты. Я думаю, что на момент 1 июля, когда налоговая инспекция с нас будет требовать применения контрольной кассовой техники при проведении наличного расчета, в этот момент деньги и затраты наши не выстроятся. Мы для себя приняли такое решение, что в течение июля месяца мы доводим до конца все, что это такое, какие кассы, значит, по какой цене, какие функции выполнять, какие данные мы будем накапливать в фискальные накопители, кому будем передавать, в каком объеме, как она будет анализироваться, какая ответственность у всех появится. И после этого, после июля, когда будет абсолютная ясность, тогда выстроится, так называем, прямая сумма затрат, включая и прямые, и косвенные, и опосредованные. И уже после этого мы будем ставить вопрос, а такое право сегодня у нас есть, это право нам дано федеральным законом. Вот в конце июля месяца мы напишем подробные разъяснения, пресс-релиз, аналитическую справку о том, какой срок, на какую сумму, мы ставим вопрос о необходимости повышения тарифа. То есть все-таки повышение стоимости за проезд будет? Стоимость кассы где-то в пределах 30 тысяч рублей. Плюс к тому это регистрация, плюс к тому обучение, плюс к тому сопровождение. Считали, 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 у нас около 50 тысяч. Вот если у нас в среднем на маршруте 30 машин, где-то полтора миллиона нужно найти перевозчикам. Это прямые затраты. И когда вы говорите о том, что, наверное, вот все-таки повышение будет, оно подразумевается, что будет. И в начале года мы говорили, что если будет в таком тяжелом варианте алгоритме исполнения закона, мы будем ставить вопрос о повышении тарифа. Но какова величина, я пока сказать не могу. Конечно же, мы об этом много-много раз говорили. Два года назад ульяновцы получили в дар от москвичей трамваи и троллейбусы. После этого в Ульяновске начали активно обсуждать появление новой транспортной модели. Этот проект должен серьезно пересмотреть движение городского общественного транспорта, в том числе и вездесущих маршруток. В Министерстве транспорта и промышленности даже провели опрос пассажиров и составили рейтинг состояния автобусов малой и средней вместимости. Так что показал рейтинг? И как новая транспортная модель изменит ситуацию к лучшему? С этими вопросами мы обратились к Евгению Лазареву, заместителю министра промышленности и транспорта. Новая транспортная модель для маршрутной сети Ульяновской области предусматривает ряд показателей. Первое – это снижение коэффициента дублирования за счет отмены, изменения или установления тех или иных автобусных маршрутов в городе Ульяновске. Второе – повышение приоритета электротранспорта, трамваи и троллейбусы, а также магистральных автобусов маршрутов, где предполагается задействовать автобусы большого и среднего класса вместимости. И третье – организация транспортно-пересадочных узлов для разделения общественного транспорта пригородной зоной и городской. Дублирование общественного электротранспорта, трамвая и троллейбуса и параллельно идет маршрут какой-то нашей «Газели». Как это будет все происходить? Вы будете снижать дублирование или вообще его отменять? И не пострадают ли от этого уже сами маршрутчики? Вопрос очень такой серьезный. По итогам анализа, который разработал нам институт МОЗ в город Транс-НИИ, выявлено, что коэффициент дублированной связи существующего положения маршрутов равен 4,3 при нормативном показателе 1,2 и 1,4. То есть он превышен в 2,5 раза. Это негативно сказывается на способности развития всей маршрутной сети, а также возможности качественного совершенствования структуры подвижного состава. То есть на основании дальнейшей работы будут рассмотрены вопросы по перераспределению существующих маршрутов, чтобы в первую очередь обеспечить качество пассажироперевоза и в результате этого не ухудшить данную ситуацию. Давайте встанем на сторону пассажира. Пассажир стоит на остановке маршрутки и недалеко рядом остановка трамвая или троллейбуса. Безусловно, пассажир выберет тот транспорт, который придет первым, а пассажиры от этого не пострадают. Вот эта новая транспортная модель предусматривает то, что автобусный транспорт будет играть роль подвозящего транспорта к крупным транспортным узлам. А далее ставка сделана на электротранспорт, то есть с пересадкой. По существующим градостроительным нормам город Ульяновск предусматривает наличие пересадок. Правительство Ульяновской области провело первый рейтинг перевозчиков маршрутных микроавтобусов. А этот ежемесячный рейтинг как может улучшить ситуацию? Рейтинги перевозчиков и маршрутов, изучаемых, позволят нам выявить проблематику, по которой поступает основной объем жалоб от пассажиров, и, соответственно, своевременно принимать соответствующие меры по их устранению. На какие вопросы отвечали ульяновцы? На 31 мая большинство опрошенных, это более 53%, отметили перегруженность транспорта. 44% пожаловались на старые и ржавые маршрутки. 38% высказались против неудобных и небезопасных газелей. И около 30% жителей жалуются на несоблюдение графика движения, неудобное расписание. И 7% полностью довольны качеством транспортного обслуживания. То есть вот из этих таких принципиальных вопросов и складывается наш опрос. Этот рейтинг для кого проводился? Для жителей только города Ульяновска или для населения всей Ульяновской области? У нас действует опрос еще в виде опросных листов, которые сотрудники автовокзала распространяют в автобусах межмуниципальных. Опрос, то, что мы ведем в межмуниципальных маршрутах, он состоит из вот пяти вопросов. Это качество работы маршрута в целом. Второе, устраивает ли отношение водителя общественного транспорта к пассажирам. Третье, устраивает ли санитарное состояние салонов автобусов. Четвертое, соблюдается ли расписание движения. И пятое, соблюдается ли правило безопасности дорожного движения водителями. Итак, вот этот рейтинг проводится ежемесячно. И что дальше в итоге? В настоящее время опрос еще не окончен, и все желающие могут поучаствовать в нем. После подведения итогов, полученных результатов составления рейтинга перевозчиков, будут приниматься меры воздействия к перевозчикам за отсутствие реагирования на выявленные нарушения, вплоть до расторжения договорных отношений или прекращения действий свидетельств об осуществлении регулярных маршрутов. С 1 июля Министерство финансов по всей России постановило использовать онлайн-кассы во всех видах общественного транспорта. И вместе с привычным билетом перевозчики обязаны будет выдавать и кассовый чек. Объясните, что такое онлайн-кассы и как это будет действовать в маршрутках города Ульяновска? Да, в настоящее время кондукторы в трамваях принимают оплату за проезд при помощи валидаторов, которые являются приборами учета оплаты проезда с возможностью безлаличного расчета. Благодаря данным приборам осуществляется учет количества перевезенных пассажиров, в том числе льготных категорий граждан. Но валидаторы не ведут учет выручки. Контрольно-кассовая техника с накоплением фискальных данных – это, прежде всего, передача данных в онлайн-режиме в управлении Федеральной налоговой службы. А каждой совершенной сделке, то есть продаже билета, показывающей реальную картину выручки, получаемой каждым перевозчиком. То есть теперь это сразу напрямую информация будет отсылаться в налоговую службу. Главное, чтобы налог маршрутчики платили с каждого билета. А маршрутчики-то встали на дыбы, насколько мне известно. Из-за того, что вот сейчас произойдет легализация их работы, они требуют вновь повысить стоимость проезда. Конечно, мы, естественно, будем работать в том направлении, чтобы сдерживать ценовую политику. Вы слушали Евгений Лазарева, заместителя министра промышленности и транспорта, и Виктора Сидоренко, руководителя ассоциации перевозчиков автобусов малой вместимости. Мы обсудили ожидаемые повышения стоимости проезда в маршрутках в связи с тем, что с 1 июля здесь должны появиться онлайн-кассы. У микрофона Наталья Юкозина я продолжаю утреннюю программу. В эфире рубрика «Почему». В этот раз мы разберем вопрос, который касается людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Чуть раньше они взяли кредит, но обстоятельства подвели. Они сложились так, что взявшие кредит оказались не в состоянии вовремя его погашать. И начинается. Долги растут как ком, усугубляя ситуацию. И вот банк этот долг перепоручает коллекторской службе. А коллекторы, как мы знаем, ребята резкие. Они не гнушаются никакими методами, чтобы выбить из должника долг. Вроде и законодательство уже встало на защиту должников. Вроде и коллекторам пыл поубавили. Но все равно они находят лазейки и превращают жизнь должников в ад. «Когда выбивание долгов будет происходить в цивилизованных рамках?» Спрашивают наши радиослушатели. Почему, несмотря на изменения в нормативных актах, коллекторы продолжают лютовать? Ведь достается всем, ни в чем не повинным соседям и родственникам должника, не имеющим кредиту, никакого отношения. За комментарием мы обратились в Ленинскую прокуратуру города Ульяновска. Слушаем помощника прокурора Евгению Климову. Имеются определенные факты, нарушающие права граждан. И прежде всего деятельность коллекторских организаций должна быть урегулирована федеральным законом о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. И при осуществлении действий, направленных на возврат, просроченной задолженности кредитор или лицо, которое действует от имени кредитора, и в его интересах обязаны действовать добросовестно и разумно, не допускать направленные на возврат просроченной задолженности действия, которые могут каким-либо образом нарушить права граждан. Это применение какой-либо физической силы, либо угроз убийства или причинения вреда здоровью должнику. Также угрозы уничтожения или повреждения имущества, либо уничтожения и повреждения имущества. Применение любых методов, опасных для жизни и здоровья людей. Какое-то психологическое давление на должника, либо иных лиц. Использование выражений и совершение действий, унижающих честь и достоинство человека и гражданина, в частности, должника и иных лиц. За нарушение указанных таких положений закона предусмотрена административная ответственность к кодексам в административных правонарушениях по статье 14.57. Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Санкция данной статьи предполагает виды наказаний, такие как штраф до 500 тысяч рублей и административное приостановление деятельности или дисквалификацию. Как мы можем помочь бедным людям, которые, взяв микрокредиты, но вот так вот ситуация складывается, что они, оказывается, должны огромные суммы денег на первоначальном этапе, взяв в кредит небольшую сумму денег? Ну, прежде всего, должны быть внимательны, отслеживать ситуацию, что конкретно коллекторской организации, какие выставляются требования, какие поступают предложения погасить эту задолженность. Очень серьезно к этому вопросу относиться и в случае наличия каких-то незаконных предложений либо действий со стороны коллекторской организации необходимо должнику обращаться в органы полиции, также может обратиться гражданин в прокуратуру с обращением. Также бывают ситуации такие, в которых человек не брал никакой кредит, а тем не менее его номер телефона каким-то образом попал в базу данных коллекторской организации. Начинаются звонки периодически с требованием вернуть денежные средства, с угрозами, с угрозами уничтожения имущества какого-то личного. И вот в этих ситуациях гражданину необходимо обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь дальнейшее развитие действий коллекторской организации. Ты не брал кредит, но твой телефон попал в базу и тебе начинают звонить. Не стоит выяснять отношения с коллекторами, потому что они твердо стоят на своем. Сразу надо идти в полицию или в прокуратуру. Сразу, сразу, сразу надо бить тревогу, сразу обращаться в правоохранительный орган. Не стоит дожидаться каких-то конкретных действий. Уже поступили звонки и необходимо обращаться и решать этот вопрос по факту. А были ли на территории Ленинского района города Ульяновска вот такие случаи, когда коллекторов наказывали за некорректное и даже преступное поведение по отношению к должникам? В течение 2019 года таких обращений не поступало. Ну вот сейчас серьезные проверки проводятся, и прокуратуры в частности проводятся, проверки коллекторских организаций с целью недопущения такого преступного поведения. Случаев таких не зафиксировано. Что именно вы проверяете? Ну, прокуратура в процессе проведения проверки проверяет, каким образом проводятся звонки, также, каким образом это все фиксируется. Сами договоры кредитные и договоры, по которым передаются материалы в коллекторские организации, проверяются учредительные документы. В первую очередь смотрится, вообще зарегистрирована ли эта организация, законно ли осуществление такой деятельности, имеют ли право работники, которые такую деятельность осуществляют, все ли соблюдены требования законодательства к исполнению такой деятельности, имеют ли они доступ к персональным данным, имеется ли соглашение о сохранении конфиденциальности персональных данных. То есть полные серьезные проверки проводятся прокуратурой. На данный момент сколько? Два, три вот таких коллекторских агентства проверяются? На территории района у нас имеется одно зарегистрированное коллекторское агентство. И сколько будет идти проверка, когда мы можем узнать, допустим, характеристику этого коллекторского агентства? По результатам проверки у нас определенные сведения публикуются, чтобы граждане имели представление. Ну, вообще проверка у нас проводится 30 календарных дней. Вы слушали Евгению Климову, помощника прокурора Ленинского района города Ульяновска. Сегодня мы говорили о должниках, долгах банкам и о коллекторских службах. В эфире рубрика «Родная речь» – простое и понятное название из детских лет. Мы говорим об устном русском языке, который слышим везде и повсюду – по телевизору и радио, в салонах общественного транспорта, на улице, во время общения с продавцами, врачами и так далее. Почему мы говорим неграмотно, коверкая русский язык? Почему неправильно произносим слова, меняя на свое усмотрение ударение в словах? А может, это не так и важно? Может, ничего страшного нет в том, если мы произносим «Ты мне позвонишь» вместо правильного произношения «Позвонишь», «Улица Автозаводская» вместо правильного произношения «Автозаводская» и так далее. Ведущая рубрики «Родная речь» Дарья Рыкова, филолог и редактор одного из информационных сайтов Ульяновской области. На этот раз она расскажет о речевой избыточности. Одна из современных проблем языка – это речевая избыточность. Она всегда указывает на скудный лексикон и неумение четко излагать свои мысли. И к основным ее проявлениям ученые относят тавтологию и плеоназм. Ну вот нужно объяснить, что это за понятия такие, потому что наверняка не филологу, простому человеку эти слова мало что говорят. Тавтология – это вот то, что мы называем в простой речи масло-масляное. Это повторение одного и того же. Мысли, причины или описание в одном предложении. Чаще всего тавтология встречается в речи, когда употребляют однокоренные слова, стоящие рядом. Ну, это бывает нормально для детей, которые только начинают говорить, учатся говорить, учатся связывать слова. Для взрослого человека это, конечно, в речи недопустимо. Вот так, например, нельзя говорить в речи. Спросить вопрос, ну, задать вопрос можно, спросить вопрос нельзя. Маленькая мелочь, белое белило, проливной ливень и так далее. Однако есть все же общепотребимые примеры, когда тавтология вошла в употребление, и нас не раздражает, но все равно лучше так не делать в речи. Часто люди говорят, и спорить, наверное, с ними не нужно. В этом случае варить варенье, начать сначала, расцвелить цветы, сделать дело, остановить и на остановке, очень часто мы слышим, и так далее. Второй вид избыточности в речи, которая речь вовсе не украшает, это плеоназм. Плеоназм – это употребление в речи близких по смыслу слов, но не однокоренных, которые также излишни в предложении. Вот это явление очень распространено в быту, и мы практически каждый день слышим примеры этого явления. Например, отрицательный недостаток, памятный сувенир, бесплатный подарок, впервые познакомиться, это часто очень употребляют люди. Также может быть не совсем явные плеоназмы, но тоже встречается январь месяц, добавление не нужно здесь. Перспективы на будущее, также понятно, что не могут быть перспективы на прошлое или как-то по-другому. Ностальгия по родине и так далее. Также, как и в случае с тавтологией, есть устойчивые обороты, когда плеоназм употребляется и не раздражает человека, но все же это не является нормой. Например, часто говорят люди, но тоже поправлять их в этом случае не стоит. Спускаться вниз, неприятный инцидент, сжатый кулак. Лично я, очень часто так люди говорят у нас, идти пешком и так далее. Единственное, где допустимо употребление тавтологии или плеоназма, это художественная литература. Причем, конечно же, не в речи автора, а в речи персонажа. То есть, если автор показывает нам персонажа, который говорит вот с этими устойчивыми явлениями, таким образом он подчеркивает его необразованность и какие-то другие его качества. В других случаях, конечно же, лучше не допускать таких явлений в своей речи и в своем письме. Вот я работаю в прессе, и очень часто мне приходится справлять в письме вот эти ошибки, которые журналисты допускают. Может быть, не самые опытные люди, но часто встречаются реально такие ошибки. Как избегать таких ошибок у себя? Ну, банально нужно следить за тем, что ты говоришь и что ты пишешь, и вот эту избыточность убирать. Читать литературу, конечно же, нужно, и равняться на какие-то достойные примеры. Вот это вы нас смутили, потому что остановить на остановке, даже я так говорю. А как по-другому-то сказать? Вот я, наверное, тоже затруднюсь в этом случае. Я как раз упомянула, что это допустимые примеры. В речи, конечно же, это можно использовать, но это все равно пример будет автологии. Варить варенье, ну там, готовить варенье, например. Начать сначала, в принципе, не обязательно добавлять слово «начало», начать дело, там, какой-то процесс. По поводу остановительной остановки, ну да, это устойчивое выражение. Наверное, мы никак не можем заменить. Мы постоянно, каждый день это слышим, это сами употребляем. Давайте предположим, остановите на улице Мичурина, остановите на улице Циолковского. Может быть, вот так? Да, это будет, наверное, литературно верным примером. Но, тем не менее, та ситуация, которая складывается в маршрутке, она, конечно, не совсем такая, где люди поймут правильно. Это же не филолог ведет машину. И, возможно, в контексте нужно говорить на том сленге, который понятен людям, которые едут в маршрутке или которые эту маршрутку управляют. Но мы стремимся, конечно, к тому, чтобы каждый знал нормы, говорил грамотно, писал грамотно. Вы слушали Дарью Рыкову, филолога и редактора информационного сайта. Но это еще не все. Рубрика «Родная речь» приглянулась нашим радиослушателям. Вот какой звонок мы получили от жителя Ульяновска, учителя и педагога Павла Королева. Он большой поклонник радио. Но замечаний к нашей работе у него тоже предостаточно. Мы говорим так, как нас учат говорить. А учат нас говорить радио и телевидение. К большому сожалению, особенно московское радио, оно безграмотное. В нем изобилуют слова-паразиты. Тогда, когда прислушаются к тому, что говорят, абракадабры, волосы встают дымом. Тогда, когда мы пытаемся внижить разговор нашего радио и телевидения. Ну, хотя бы. Вот это пресловутые «как бы». Ну, нельзя его употреблять направо и налево. Ну, нельзя сказать, что я как бы пришел на работу. Как бы вышел на балкон. Это же абсолютная чушь. Это пресловутая «порядка». Порядка ста, порядка двухсот. Да сколько это? Около? Приблизительно. Ну и скажи ты так. Дальше. Передача по радио и по телевидению, когда мы смешиваем, подменяем понятие нашего социального облика жизни, бытия. Ну, были всегда супружеские пары. Всегда во все времена были любовники и любовницы. Всегда были те, кто ведь был не в браке. Сегодня в моде стало распространяться гражданский брак. Брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Гражданский брак. А вот когда живут незарегистрированные, это сожительство, но не брак. На Руси было другое еще определение этому сожительству. Собачий брак. Ну, немножко некрасиво звучит. Ну да ладно. Поэтому сегодня, когда стесняются сказать, что я сожитель или сожительница, говорят, я живу в гражданском браке. Нет, это неправда. Дальше. Ну, есть понятие девочка, девушка, женщина. Но как дико звучит, девушка с пятью, с тремя, с двумя детьми. Какая она девушка? Она женщина. Женщина родила, но не девушка родила. Опять же, называй своими именами. Еще. Это касается кулинарного производства. В меню, в кулинарных рецептах, сплошь и рядом. Солянка, солянка, солянка. Да нет такой солянки. Почитайте Гелировского. Есть селянка. Еда сельских жителей. У Гелировского замечательное описание селянки из стерлинья, из белуги, из баранины, из самых разных сортов мяса и рыбы. Но сельская еда, селянка. И вот таких вот пародий на русский язык. Слов сплошь и рядом. Еще одно. Меня буквально бесит, когда говорят, в 15 часов по Москве, в 20 часов по Москве. По Москве можно гулять. Но время-то может быть московское. Ведь мы же не говорим в 15 часов по Лондону, по Ульяновску, по Парижу. Парижское время, Ульяновское время, местное время, московское время. А вот так вот упрощать, это просто объединять русский язык. Поэтому хотелось бы обратиться к нашему законодательному собранию. Выйти вы с предложением, с требованием в Государственную Думу. Пересмотреть русский язык, который звучит по радио, по телевидению. Запретите вот эти вот слова паразита. Чтобы не звучала эта дикость, которая сегодня звучит сплошь и рядом. А мы ее воспринимаем. А потом мы сами себе говорим. Не надо говорить неправильно. А как же говорить? Ну меня тяжело уже переделать. А молодежь-то? Она же не знает об этом. Эти пресловутые порты. Да ну нельзя самолет посадить в порты. Нельзя судно зайти в порты. Порты это штаны на Руси были. А на море только порты. И порты. Поэтому обращаюсь к воспитателям детских садов, к учителям школ, к преподавателям вузов. Учите детей говорить правильно. Не стесняйтесь поправлять безграмотных людей. Пусть наша речь русская будет такой, какой ее видел, слышал Тургенев. Великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. Читайте книги. Правда не современные, а больше Тургенева, Достоевского, Дилеровского. Какой у него язык? Это же не язык, а песня. Он не пишет, а поет. С каким удовольствием читаешь и перечитываешь его простую русскую речь? Давайте бороться за эту речь все вместе. Рубрика «Родная речь» открыта для обсуждения. Это значит, что мы будем рады вашим вопросам. Звоните нам. Спрашивайте о словах, их происхождении, правописании и произношении. И завершает нашу передачу рубрика «Аленький цветочек». Лето, благодатная пора, лекарственные травы цветут, только не зевай, успевай, собирай. Слушаем Зинаиду Крабцову. Сегодня мне придется рассказать вам не очень любимым мною растение опырея. Не люблю я его, потому что надоел на огороде. Только выпыришь грязку, только почистишь вокруг нее и тропинок, а он тут как тут, будто его прополка и не касается. Живучесть его удивительная. Останется маленький кусочек корневища, все растение снова вырвется из земли, хоть бы что ему. Сожнешь оставшуюся куртинку, а через трое суток, как будто никакой работы не было. Снова щетка ярко-зеленые листвы. Сладу с пыреем в огороде нет. Другие растения прополешь, когда еще вырастут. А этот пострел везде поспел. Упрямо лезет вверх. И вот несмотря на такое недовольство им, я расскажу о нем, потому что одна из наших слушательниц попросила рассказать, услышав о его лечебных свойствах. И действительно, какой же он замечательный лекарь. Недаром природа дала ему такую силу живучести. Вы заметили, что собаки и кошки ни одно растение не едят, а как увидят пырей, сразу же к его листочкам, как травоядные животные тянутся. И не напрасно. Они знают, что делают. В лисях пырея содержится много витаминов, микроэлементов, которых нет в другой пище для наших питомцев. Люди лиси не используют, а корни. Их выкапывают во второй половине лета. А уж земли сколько на них. Приходится изрядно потрудиться, прежде чем удастся привести их в приличный вид. Зато отмытые, они становятся белыми, чистыми. Осталось только убрать самые тоненькие корешки и разложить на сушку. И вот послушайте, какое ценное сырье мы получили. В них есть прекрасный, легкоусвояемый белок, фруктоза, множество микроэлементов, жирное масло, полисахариды, эфирное масло. И все это в чистом виде, в легкоусвояемой форме. Поэтому и болезней, которые лечат в корне пырея, много. Он обладает противовоспалительным свойством, обезболивающим, обволакивающим, мочегонным, отхаркивающим, патагонным, кровочистительным, слабительным и регулирующим обменом веществ. Применяется притестите, воспаление предстательной железы, мочекаменной болезни, энтероколите, кашля, подагри, фурнкулезе, артрите, анемии. А также снижает холестерин. Дома лекарства готовить просто. Одну столовую ложку измельченного корня пырея заваривает одним стаканом кипятка, настаивает до охлаждения и пьет по полстакана три раза в день. Да еще он лечит сахарный диабет. Дозы такие же. Вот такой он, надоедливый пырей. В природе ничего нет лишнего. Так уж она устроена. Вот и все на этот час. С вами была Наталья Козина. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова